С 25 ноября мы возобновляем учебный процесс. Все школы и детские сады возобновляют работу. Хочется предупредить всех родителей учащихся, что учебный процесс будет организован по сокращенной схеме. Учитывая короткую продолжительность светового дня, мы рекомендовали всем руководителям учреждений образования начать учебный процесс своих учреждений с 9.00, уроки в школах сократить до 30 минут, перемены до 5 минут. Питание, к сожалению, будет организовано только лишь сухим пайком. Это будут либо бутерброды с сыром, либо это будут печенье, соки. То, что касается детских садов, ребенок без питания не может находиться более 4 часов в учебном учреждении, поэтому будут созданы во всех детских садах группы кратковременного пребывания детей. То есть, если ребенок пришел в 9 утра, он до 13.00 может находиться в садике до сна, без питания. Затем его родители, конечно, должны забрать. Точно так же детям будет даваться только сухой пайк. Либо это будет сок, либо это будет печенье. К сожалению, на сегодняшний день горячее питание пока мы обеспечить не можем. Сейчас и городской администрацией, и управлением образования делается все для того, чтобы обеспечить учреждения образования генераторами. Мы вчера уже подали заявку на приобретение генераторов в Министерство образования и науки Республики Крым. Нам необходимо порядка 50 генераторов различной мощности, для того, чтобы мы смогли подключить и пищеблоки, и освещение учебных учреждений. И тогда после получения этих генераторов мы сможем полноценно продолжить лечебный процесс. Рекомендовали также в школах, если есть желание руководителей, согласовать этот вопрос и сделать дополнительные паникулы, можно сделать первоклассникам. Программа должна быть обязательно вычитана. В детских садах температурный режим сейчас позволяет? Да, пока на сегодняшний день, с учетом того, что за окном у нас теплые погожие дни, мы знаем, что вчера температура достигала 18 градусов, сегодня примерно на том же уровне, пока температурный режим в норме, но и с учетом того, что все-таки дети не будут спать в детских садах, будут находиться в движении, я думаю, что пока мы будем работать в таком режиме. Что касается колледжей, техникунов и вузов? Это учреждения, которые подчиняются Министерству образования и науки Республики Крым. Насколько мы располагаем информациям, руководителям учреждений, высшей школы даны рекомендации. И если эти учреждения могут возобновить учебный процесс, они его возобновляют. Если же по каким-либо причинам они его возобновить не могут, они это согласуют с Министерством образования и дальше решают. Будут ли как-то возмещаться вот те утраченные часы? Ну, часы могут быть, будем говорить, их можно догнать и всевозможными индивидуальными консультациями, дополнительными занятиями. На сегодняшний день ситуация не критическая. Мы приостановились только в понедельник, будем говорить, это был выходной день для всех жителей Республики. И сегодня мы передислоцировали свои силы, провели мониторинг, как у нас обстоит, делая ситуация во всех учреждениях. Так что с завтрашнего дня мы готовы приступить к новой кровати. Праздники новогодние и весенние каникулы не будут сокращаться? Нет, нет, не будут сокращаться. Вообще каникулярное время – это то время, которое у детей должны не забирать. Единственное, что может, если будет ухудшение ситуации, может быть продлено Чернобыль. Все, только лишь Чернобыль. А каникулы будут каникулами.